О главных новостях краевой столицы и региона прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Все сгорело за одну ночь. Фермер из Алтайского края лишился сельхозтехники. Предварительно установлено, что это был поджог. Хэппи-бэби снова в центре внимания. В Кемерове прошло заседание по делу об истязании детей в Барнаульском детском саду. Матч Кубка России в Барнауле. Футболисты Динамо Барнаул удивили фанатов. Чем закончилась жаркая игра? В разбившемся самолете Евгения Пригожина мог находиться уроженец Алтайского края. Об этом сообщают аргументы и факты. Пока нет официальной информации о том, что именно уроженец нашего региона находился на борту воздушного судна. Родные надеются, что произошла ошибка. Имя Александра значится в списке погибших, опубликованном Росавиации. Его друг рассказал, что родные надеются, что Александр жив. Ведь пока официально подтвержденной информации о его гибели нет. И к другим темам. У фермера в Первомайском районе кто-то сжег всю сельхозтехнику. Сегодня стало известно, что расследование уголовного дела о поджоге будет контролировать прокурор Алтайского края Антон Герман. Недалеко от поселка Волга Первомайского района неизвестные подожгли семь единиц техники. Тракторы и комбайны принадлежали местному фермеру. Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер. Ущерб превышает 4 миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. А между тем фермер обратился ко всем, кто может помочь ему с техникой, чтобы вовремя убрать урожай. Впрочем, и сеять новый ему тоже нечем. Подготовить землю нечем. Уборка на площади примерно 60 гектар азимы пшеницы, 140 гектар яровой пшеницы, около 100 гектар гречихи, 80 гектар овса, 30 гектар сой. Убирать нечем. Я хочу обратиться к вам за помощью. Алексей также посетовал, что, как и многие, для работы он использует кредиты, платить которые будет нечем, если урожай не будет собран. Алексей просит неравнодушных оказать посильную помощь, в том числе, если у кого-то есть свободные комбайны. А далее о громком судебном процессе, который длится уже почти 6 лет. Сегодня в Кемерове прошло очередное заседание по делу об издевательстве в детском саду «Хэппи Бэби». Сегодня родителям пострадавших детей удалось добиться отмены приговора для воспитателей. У суда высшей инстанции возникли вопросы. Подробнее далее. Поробка соционного Кемеровского суда родители пострадавших обивают уже не первый раз. Для многих это единственная надежда на независимый приговор обидчикам их детей. Напомним, с момента разоблачения воспитателей детского сада «Хэппи Бэби» прошло уже почти 6 лет. Все эти годы родителям приходится доказывать, что на этих кадрах их детей бьют и истязают. Камеры зафиксировали более 300 эпизодов издевательств. В декабре 2021 года Центральный районный суд Барнаула огласил приговор воспитателям. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Удивленные родители обратились в апелляцию. Но и эта инстанция оставила приговор практически без изменений. Они осуждены по статье истязания. Санкция этой статьи от 3 до 7 лишения свободы. Там невозможно назначение условного наказания. Тем не менее, суд, несмотря на то, что 4-5 лет назначил им, назначил условно. Такого не может быть в законе, что если статья не предусматривает условного наказания, суд его назначил. Кассационный суд усмотрел, что в Центральном суде не в полной мере учли характер, эпизодичность и длительность преступлений, а также отменили пункт преступления, совершенные группой лиц. А суд апелляционной инстанции, в свою очередь, эти пробелы проигнорировал, считают родители детей. Сложилась вопиющая ситуация, потому что между судами возник спор, что законом недопустимо. И в данном случае мы, конечно, надеемся, что Алтайский краевой суд внимательно изучит материалы уголовного дела, даст им правовую оценку всем доводам кассационных жалоб и кассационного представления прокуратуры. На сегодняшнем заседании по решению кассационного суда приговор воспитательницам удалось отклонить. Но предстоит еще долгий пересмотр дела. Родители надеются на независимость правовой оценки. Напомним, в истории с элитным детским садом пострадали 15 малышей. Многие из них уже пошли в школу, но у некоторых остались психологические нарушения. А воспитатели спустя несколько лет свою вину так и не признали. Родители продолжают добиваться реальных сроков для сотрудников детского сада. Мария Мацева, День с толком. И к другим темам. Во Власихе завершается строительство нового корпуса школы. С водом пристроя дети смогут посещать школу по месту жительства. Подробнее об этом в нашем сюжете. Работы идут полным ходом. Расширение школы номер 98 – настоящее событие для жителей Власихи. Расширяют учреждения за счет пристройки нового корпуса. Сегодня ход строительных работ проверяют глава Барнаула, председатель Гурдумы и, конечно, родители, которые с нетерпением ждут открытия нового корпуса. Объект этот, он действительно тяжелый. Можно даже себе позволить сказать, там выстраданный. Мы его начинали еще в 2019 году. Было расторжение по контракту, искали другого подрядчика. Так сложился объект. Сейчас мы набрали ту динамику, заключили контракт с другим подрядчиком. Я уверен, в ноябре мы закончим строительство. И декабрем дети уже пойдут в этот, как мы его назовем, новый корпус. Современный новый корпус. Сегодня во Власихе живет почти 13 тысяч человек. В этой школе обучается около 1300 учеников. Причем это не только юные жители Власихи, но и поселка Октябрьского. Строительство нового корпуса – необходимость, ведь с каждым годом школьников все больше. Корпус рассчитан на 400 учеников. Его ввод позволит детям из Власихи и Октябрьского получать образование по месту жительства. Освободятся места в школах номер 50 и номер 118 Новосиликатного микрорайона, где они временно обучаются. А еще эту школу смогут посещать дети из поселка Лесной. Для барнаульских депутатов развитие системы образования, вопросы развития образовательных учреждений очень важны. Они все время на контроле. В последние годы в городе Барнауле активно идет реализация программ по модернизации образовательных учреждений, капитального ремонта и строительства. По словам Вячеслава Франка, строительство такого крупного объекта стало возможным благодаря поддержке краевого правительства, так как основную часть финансирования взял на себя региональный бюджет. По проекту в трехэтажном здании нового корпуса, помимо учебных кабинетов, появятся актовые и спортивные залы, отдельный пищеблок со столовой. Основное здание школы и корпус соединят теплым переходом. Мы чувствуем настроение родителей. Они понимают, что, во-первых, они получают хорошую школу, а во-вторых, они получают плюс спокойствие себе. То есть ребенка не надо везти в другую школу, не надо тратить время на это. Но мы понимаем, что раньше здесь удобнее рядом с домом его проконтролировать. К тому же у ребенка есть возможность прийти домой, допустим, какой-то перерыв отдохнуть и пойти на дополнительное образование. Добавим, что параллельно строительным и отделочным работам запущен процесс оснащения нового корпуса школы современным оборудованием. На это выделено более 105 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Ирина Корчегина, День с толком. И к другой громкой теме. Жители квартала Мичурин парк подозревают управляющую компанию фальсификации подписей. Не так давно мы уже рассказывали, что люди недовольны обслуживанием действующей УК и хотят ее сменить. Однако, по мнению жильцов, УК провела свое собрание, в котором набрала большее количество голосов за ее сохранение. Но жильцы единогласно утверждают, в документах они не подписывались и уже обратились в прокуратуру. Мы исправно платим по счетам, но не можем рассчитывать на элементарные вещи. Заваленные мусором контейнерные площадки, сломанные травмоопасные детские комплексы, разрушенные тротуары и фасады, сорняки по пояс, отказ от выполнения ремонтных работ, удаление счетов собственников из системы ГИС ЖКХ, изъятие общедомового имущества, пожарных рукавов, камер видеонаблюдения. Такое видеообращение совсем недавно отправили жители квартала Мичурин парк в прокуратуру, где пожаловались на ненадлежащую, по их мнению, работу управляющей компанией ООО ЖКИ. Правоохранительные органы сразу же поручили провести проверку. Но, добавляют люди, у них остаются опасения, что действующий УК это не помешает остаться на месте. В июне жильцы уже проголосовали за переизбрание новой, дружественной им УК, это ТСЖ Мичурин парк, набрав 60% за. На что ЖКИ инициировало свое переголосование. Пока инспекция строительного и жилищного надзора не внесла дома в реестр лицензии, избранную УК Мичурин парк, ЖКИ инициировало новое голосование, якобы собрав 99 голосов собственников. Мы уверены, что результаты голосования фальсифицированы. Жильцы уже выразили свою волю, сказали о том, с какой управляющей компанией они желают идти дальше. И поэтому данное голосование было очень странно видеть. Управляющая компания разложила бланки по ящикам. И вот все время, когда проходило голосование, эти бланки там и пролежали. То есть, в принципе, из этого следует, что никто за ЖКИ не голосовал. И когда опубликовали результаты, люди были шокированы, увидев там не свои подписи. Вот наш подделанный бланк, никаких реквизитов на собственность. Далее идем, вот она, подделанная подпись. Давайте сравним, какая у хозяйки данной квартиры должна быть. Люди стали обращаться в краевую прокуратуру. Там нас приняла женщина, ну там один кабинет для приема граждан. Была очень удивлена. Она почему-то подумала сначала, что это какой-то, ну, единичный случай, когда я сказал, что там это тысяча-полторы бланков, фальтификация, она была очень удивлена. А кто-то даже удивился ошибкам в написании имени в бланке. Квартира, конечно, моя совпадает на бланке, но указано ни мое имя, ни мое отчество. Я Татьяна Анатольевна, здесь какая-то Анна Викторовна проголосовала за них за. Поэтому здесь не только как бы подделали мою подпись. Здесь, в принципе, весь документ можно считать недействительным. Мы сейчас верим, как я расписываюсь и пишу вообще. Подпись однозначная. Ладно, если там фамилию, можно за меня написать. Юристы рассказывают, подобных случаев в их практике немало. Только по индустриальному району рассматривается более 10 аналогичных дел. Но в настоящий момент не существует единой правовой практики по их решению. Куда тяжелее добиться возбуждения уголовного дела. Ведь того, кто, возможно, поставил чужую подпись, найти практически невозможно. Зачастую невозможно просто-напросто установить лицо, которое это сделало. И, наверное, это делают не сами управляющие компании. То есть, наверное, есть некие граждане настолько смелые, которые готовы такого рода услуги, в кавычках, оказать заинтересованной управляющей компанией. Но на сегодняшний день это не закончилось приговором суда и не закончилось передачей дела уголовного дела в суд. И даже, насколько я знаю, и уголовные дела-то не возбуждены. То есть, это вот все на стадии доследственной проверки остается. Также, подчеркивают юристы, в тупик зачастую заходит и почерковеческая экспертиза. У многих простая подпись, какая-то просто небольшая. Соответственно, элементов мало, исследовать очень мало материала остается. И тогда это называется в профессиональной среде НПВ. Не представляется возможным однозначно высказаться. Но в данном случае, добавляют эксперты, необходимо брать массовостью. Не бояться доказывать, что подпись не соответствует настоящей. Активно давать показания и участвовать в проверке. Добиваться, не бояться, идти до конца. Требовать от органов внутренних дел, возбуждения уголовных дел, проведения проверок. Мы обратились в управляющую компанию. Они пообещали в ближайшее время предоставить нам свое видение этой ситуации. И отметили, что готовы уступить место новой УК, если жилищная инспекция примет соответствующее решение. Мы будем следить за развитием ситуации. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле прошла конференция пенсионеров и ветеранов. По словам Виктора Томенко, они играют важную роль для развития края. Губернатор отметил, что за плечами людей в возрасте, десятилетия опыта, участие во всех сложных и переломных моментах истории. Они – пример для тех, кто сегодня управляет предприятиями, решает вопросы во многих сферах жизни. Тепло приветствия участников. Губернатор подчеркнул, что такого рода общение вдохновляет его работать еще активнее на развитие экономической и социальных сфер региона. Любая наша такая встреча, для меня это всегда возможность прямого диалога, получить и отзывы на то, что делаю я как губернатор, на то, что делаем мы как правительство Алтайского окрая, органы власти региона, да, в общем-то, и власти на местах, получить реакцию, получить подтверждение, что те или иные решения делались правильно и выполняются правильно, получить, может быть, какую-то долю критики, если она имеет, так сказать, под собой, конечно, основания, вот, и, конечно, услышать те новые инициативы и предложения, которые, я знаю, всегда есть у нас на уровне наших отделений. К слову, работу губернатора Краевой совет ветеранов оценил позитивно. Было отмечено, что в крае сейчас появляются новые производства, растет туристическая привлекательность региона. Большое внимание уделяется поддержке пожилых людей, мы это чувствуем. Только в прошлом году в Алтайском крае капитально отремонтировали пять домов-интернатов. Впервые за 10 лет началось строительство нового современного корпуса Центрального дома-интерната. Одно из недавних важных решений губернатора – это дополнительные выплаты детям войны, которые будут осуществляться теперь ежегодно. Пожилые люди могут участвовать в марафоне долголетия, получить заряд бодрости, а наиболее активные – серебряные волонтеры, напротив, готовы отдать свои силы на оказание помощи любому, кто в ней нуждается. И к другим темам. Выступления известных музыкантов, театрализированные представления, гастрофестиваль, спортивные соревнования и по традиции фейерверки. Чем еще будут удивлять барнаульцев и гостей краевой столицы в День города? Подробнее расскажем в сюжете. День города Барнаула традиционно обещает быть насыщенным. Культурная программа, спортивные соревнования и более 120 интересных локаций по всему городу, как в центре, так и в районах. Большим подарком для барнаульцев станет выступление известных музыкантов. С 17 до 18 будет выступать на главной площади и на главной площадке группа Дианы Завидовой, город Москва. Значит, с 18 до 19 часов группа Фогель, Барнаул. Город Барнаул на празднование дня города приедет и будет выступать группа с таким названием Рви Меха, города Новосибирск. Очень такая позитивная, интересная группа. С 20 до 21 часа на главной площади группа 7Б Москва. И в завершении праздничной фестивальной программы у нас с 21 до 22 часов выступит известная российская рок-певица Ольга Кармухина. Кстати, музыкальная программа – подарок патриотического фестиваля «Русское лето», который проведут в рамках празднования. В историческом центре города под эгидой «Барнаул. Путешествие со вкусом» состоится гастрофестиваль, квест, конкурс «Лучший флорист» и, конечно, никуда без изюминки. Одно из фишек, наверное, которую стоит подчеркнуть в этом году, это то, что часть мероприятий будет у нас проводиться с учетом стилистики такого направления фантастики, как стимпанк. 260 лет назад Иван Иванович Ползунов изобрел паровую машину. Соответственно, мы на основе предложений подготовили в техническом задании часть мероприятий, которые будут подчеркивать вот эту вот тематику именно паровых двигателей и паровых машин. Актеры, танцоры, живые статуи, арт-объекты – все это поможет погрузиться в атмосферу того времени. Спорт не отстает от культуры. На площадке около дворца Титоф-арена проведут фестиваль ГТО, Куба города по уличному баскетболу 3х3, спортивные соревнования и даже организуют скалодром. Будут работать две площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще четыре площадки спортивные будут проведены вне главной площадки площади Сахарова – это Грибной канал, Водный мир, сквер химиков и площадка Ранхикс. Но завершением спортивной разнообразной такой площадки будет межрегиональный турнир по смешанному единоборству. Алтайское сражение 2 в прошлом году мы первый раз провели и в этом году тоже проводим. Конечно, по традиции завершат праздник в 10 часов вечера торжественным фейерверком. Причем салюты прогремят во всех районах города. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» Барнаул вновь удивили спортивную общественность. Это очередной матч в Кубке России. Серьезный соперник – Новосибирск. Изначально в победу «Белоголубых» мало кто верил. Чем же закончилась игра, об этом расскажет наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Вот с такой поддержкой футболисты «Новосибирска» приехали в краевую столицу на матч Кубка России против местного «Динамо». И каждый из них был уверен, сегодня гости выиграют и пройдут в следующую стадию. Однако с этим не были согласны «Белоголубые». Несмотря на то, что в составе хозяев не было ведущих игроков из-за травм, и у команды плотный график игр, настрой был запредельный. В чемпионате тоже тяжелый матч был в Казани. Десятером, целый тайм. Как бы толком не довосстановили. Сейчас еще три игры за восемь дней, через три дня опять игра. Ну, ничего страшного, будем как бы восстанавливаться. Матч Кубка России – та самая история, когда на игру может повлиять настрой, терпение и характер команды, что болельщики «Динамо» и увидели. Новосибирск явно был выше уровнем, но футбол – штука непредсказуемая. Нападающий «Динамо» Артем Яркин выводит хозяев, на удивление многим, вперед. Второй тайм получился богатым на события. В начале второй 45-минутки Новосибирск счет сравнял, и гости продолжили штурмовать ворота барнаульцев. Момент возникал один за одним, а завершилось это, повторюсь, на удивление многим. Двумя голами «Динамо» Фоминых и «Леонов» делают счет 3-1 в пользу хозяев. Футбол игра такая, что для кого-то горе, травма, а кому-то это шанс себя проявить. Даже видя 3-1 могли 3-3, 4-3 проиграть. Я, честно, даже не могу сказать переломный. Тут 3-1 вроде бы все, а тут, как видите, через минуту пропустили 3-2, еще два момента. Ну, я не знаю, Богдан Корюкин, отдельное спасибо. И действительно, если бы не страшворот «Динамо» в лице Корюкина, не видать было бы бело-голубым победы. Финал матча вышел валидольным. Новосибирск счет сравнял 3-3, но судьи углядели положение вне игры. Как итог «Динамо» забирают тяжелейший матч 3-2. Обидно то, что дорога, жара, потратили так много сил и все впустую, создав там, я не знаю, сколько уже сбился со счета, там, 15 делевых моментов, сколько. Вот. Ну, не всегда, как и в жизни, так и в футболе, тем более, не все под логике поддается. В следующей стадии «Динамо» сыграет на расстоянии 6 тысяч километров от Барнаула. Команда отправится во Владивосток, где будет выяснять отношения с местным «Динамо». Игра запланирована на середину сентября. Ну что, случится ли вновь барнаульский фурор? Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Таковы итоги этого дня. А подробнее о погоде узнаем через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию и рассказывать о том, что вас волнует. Телефон 205-545. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Продолжение следует...